О евреях я пишу, может быть, даже реже, чем о русских, о хохлах, о кацапах, о мордве и всех других. Но это всё в сатирическом плане, вы понимаете? Вот некоторые вещи, которые сейчас осуждают, были опубликованы в литературной газете. Там работают очень умные люди, и ничего дурного, и антинационального они там не пропустят. Эти вещи были опубликованы, но они воспринимаются как юмор, как сатира, как ирония, иногда самая ирония. Я люблю эти вещи просто. И по жизни, по жизни, я договорю сейчас, договорю. Вообще вся моя жизнь сознательная связана с евреями. Ну нельзя же вот так на одну доску ставить и жизнь, и творчество. Это совершенно разные вещи. Я вот в жизни один такой, понимаете? Более интеллигентный. А литература, она склонна эпатировать читателя, понимаете? Иначе его не привлечёшь ничем. Вот это приёмы творческие, понимаете? Это не то, что я вот сам такой изнутри и совершенно невоспитанный. А вот какие-то такие ходы, они приемлемы. Они были характерны для любого классика. И вот, значит, одну вещь, которую мне вменяет в вину, это самое резкое, я считаю, где в дерьме сидит еврей, да, на его плечах русский. Это же анекдот. Это перефразированный, зарифмованный анекдот, который всем известен.